Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Изучение уголовных дел показывает, что преступления в сфере компьютерной информации можно разделить на группы в зависимости от способа их совершения. Первая группа – это преступления, связанные с использованием услуги мобильный банк. При этом телефон выбывает из владения потерпевшего путем утраты либо хищения. Он может его потерять, либо его могут у него похитить. При этом услуга мобильный банк не отключается. И преступник может использовать денежные средства потерпевшего через услугу мобильный банк. Следующая ситуация – это когда потерпевший меняет номер телефона, но при этом сим-карта остается прежней. Либо когда он длительное время не пользуется сим-картой, на которой установлена услуга мобильный банк. И компания сотовой связи продает данную сим-карту новому владельцу. И он может воспользоваться денежными средствами потерпевшего. Через услугу мобильный банк. Также преступления совершаются путем использования программы вируса и путем смс-сообщений. Обмана с помощью смс-сообщений. Когда потерпевшему приходит сообщение о блокировке банковской карты, о том, что на ней недостаточно денежных средств, или о том, что ему необходимо перечислить денежные средства на какой-либо контактный номер. Следующая группа – это преступления, связанные с приобретением товаров и услуг через сеть интернет. При этом сами потерпевшие перечисляют денежные средства на телефонные номера или банковские счета преступников. И третья группа – это преступления, связанные с возвратом утраченного имущества за вознаграждение. При этом опять же сами потерпевшие перечисляют денежные средства на банковские карты преступников или их телефонные номера. Продолжение следует...